Вадим едет из зоны АТО домой на лечение. Из Крымского добрался в Лисичанск. Оттуда уже в Харьков. Приехал в половине четвертого утра. Таких, как Вадим, на ЮЖД сотни. Из-за проблем с билетами и несостыковки графика движения поездов, некоторым военным приходится ждать отправления попал дня, а кому-то и всю ночь. Чтобы пребывание транзитных бойцов было более комфортным, харьковские активисты обустроили пункт помощи. Тут можно умыться, переночевать и поесть. Весь запад Украины практически связан веткой через Харьков. Если переждать несколько часов или одну ночь на вокзале можно, то вот жить неделю не очень комфортно. Поэтому для более длительных пребываний в Харькове активисты правого сектора построили настоящий хостел. Если бы, наверное, не война, такого явления и не было. Мы все видим, что у нас через город проходит очень много бойцов, волонтеров. И потребность в таком центре, где они могут остановиться, принять душ, поесть, отдохнуть, воспользоваться Wi-Fi, у нас ревала уже давно. Одновременно хостел может принять до 30 человек. Здесь есть душ, кухня, бесплатный Wi-Fi. Все оборудовано на деньги волонтеров, но основная часть отстроена за счет активистов правого сектора. Я знаю, что это рассчитано не только на бойцов, но и на волонтеров. А с волонтерами мы много работали, и я прекрасно понимаю, что им нужно место для интернета поработать, отослать отчеты, отослать фотографии. Просто место, чтобы открыть ноутбук нормально, стол, на котором можно что-то сделать. Точно так же надо поставить где-то машину, чтобы она была в безопасности, потому что там грузы, им надо перепаковаться, им надо поспать. Хостел отстроен на территории заброшенной базы, поэтому у него большой двор. Активисты используют его для своих тренировок. Мы приехали, ну, скажем, первое, о чем подумал, идеальный тренировочный полигон для условий городского боя. Поэтому активисты нашей организации здесь, в общем-то, и тренируются. В мирное время хостел, а в случае боевых действий – военная база. Активисты специально отстроили несколько помещений на случай, если понадобится размещать большое количество военных. С техучетом хостел сможет вместить одновременно 200 человек, а его двор – до 80 единиц техники. Ольга Калиниченко, Евгений Клементьев, 057UA.